Студия «Ночной такси» представляет программу «Стартовая площадка». Александр и Аркадий Фрумины представляют музыку новых исполнителей. Стартуем вместе! Три, два, один, старт! Дорогие друзья, всем доброго времени суток. Это программа «Стартовая площадка» в Петербурге. Потихонечку начинает теплеть, всё течёт, ничего не убирает. К сожалению, всё так, как есть. Но, дорогие друзья, неизменным остаётся, помимо плохой погоды в Петербурге, наша прекрасная программа «Стартовая площадка». И сегодня у нас прекраснейшие гости, которых представит Илья Рафрумина, которая сегодня ведёт этот эфир вместе со мной, дорогие друзья. Всем добрый день! В эфире интернет-радио «Шансон-24», программа «Стартовая площадка», которая звучит для вас онлайн из нашей студии в Санкт-Петербурге. И одновременно эта программа размещена на телеканале «Ночное такси» на YouTube. Для тех, кто смотрит телеканал, для тех, кто следит за новинками студии «Ночное такси», известно, что это один из наших основных медийных ресурсов. На нашем канале мы транслируем и архивные записи, транслируем и интервью с исполнителями «Шансона», сольные концерты именитых артистов и начинающих исполнителей, фестивали наши. Все там выложены цикловые наши фильмы, концерты, музыкальные видеосбурники и, конечно, авторские программы основателя студии «Ночное такси» продюсера Александра Фрумина. Вы там можете видеть и его «Русскую формулу», и «Формулу шансона», и его авторскую программу «Ночное такси». Всего более 2,5 тысячи видеофайлов на нашем телеканале расположены. Уже больше к 3 тысячам, на самом деле, подкрадываются, дорогие друзья. Вот Аркадий меня поправляет справедливость. Пользуясь случаем, хочу еще всех позвать, почитать наш сайт «Sansonspb.ru». Там тоже много полезной информации, полезных ссылок на наших партнеров, на, соответственно, нашу радиостанцию. У нас там есть целая вкладка «Дорогие друзья», где вы можете нас слушать онлайн, не только на сторонних ресурсах, которые представляют собой агрегаторов медиа, скажем так. Ну, интернет-радио. Так что мы вот сами себе… А непосредственно, да, с нашего сайта. А если говорить о телеканале, то весь этот материал огромный, весь этот колоссальный объем русской музыки Александр Фрумен при жизни записал. И созданный им телеканал, все, что им создано, все, что им сделано, доступно сейчас огромному количеству людей. Два года уже, как Саша, с нами нет, но то, что им было сделано, то, что им было записано на видео, то, что им было рассказано о русской музыке, все это доступно любителям русской песни во всем мире. И мы стараемся регулярно пополнять уже новинками наш телеканал. И в первую очередь это касается записи наших фильмов-концертов, которые мы по Сашному плану регулярно в Санкт-Петербурге снимаем несколько раз в год. И вот как раз 25 февраля мы будем записывать наш очередной фильм, музыкальный фильм-концерт, блок новинок студии «Ночное такси», фильм так и называется, «Новое и лучшее». Мы будем снимать юбилейную 25-ю серию. И в этом фильме-концерте примут участие гости сегодняшнего эфира, которые пришли в нашу студию. Это Зиновий Бельский, профессиональный музыкант, петербургский композитор, который много лет с нашей студией сотрудничает, дружит. И много проектов Зиновия Самойловича за студией «Ночное такси» было издано. С Сашей Фрумином они дружили очень много лет, с 1986 года. И слово мы Зиновию Бельскому передадим, я надеюсь, он расскажет об этом в сегодняшнем эфире и вспомнит. И еще один наш гость – это автор-исполнитель, который является дебютантом как наших эфиров, так и наших музыкальных программ. Это Олег Заикин, исполнитель, певец, а также ведущий конферансье, который исполняет музыку шансона по-русски. Так что вот… Что ни на есть коллега. Да. Поэтому просим любить и жаловать в нашем эфире. И, Олег, вам слово для приветствия, для обращения. Ну, прежде всего, огромное спасибо, что есть возможность выступить. Действительно, для меня это дебют. И находясь здесь, в студии «Ночное такси», это очень почетно. Я практически здесь второй раз, а на эфире первый раз. Ну, что хочу сказать. В Петербурге очень любят все, что связано с ночным такси. Прежде всего, по старой петербургской традиции, хочу сделать такой реверанс в пользу фирмы, где нахожусь. Огромное спасибо, что вы есть, что у вас прекрасный эфир. И вот, правильно анонсировано, 25 февраля будет прекрасная съемка уже в видеопавильоне. Ну, о себе, что я могу сказать. Я родился и вырос в Ленинграде, Петербурге. В частности, в Колпино. С детства увлекался музыкой более такой двора, так скажем. Это Владимир Высоцкий, конечно же. Это юность и детство даже. Ну, а в более зрелом возрасте, конечно, увлечение творчеством Михаила Круга. Потому что этот человек, это великий шансонье, сыграл огромную роль уже и в моем творчестве. Потому что для меня это, ну, просто человек космического масштаба, так скажем. Ну, вы вот сейчас сказали об исполнителях, по-настоящему всенародно популярных. Хотя это, конечно, совершенно разные артисты и поэты. Но и действительно в их песнях, они их знают все в России, и не только в России. Культовые действия, конечно. Да, нашли отражение в действительно реалии современной жизни российской. Хотя это совершенно разные музыканты, разные исполнители. Но надо сказать, что вот Александр Фрумин, он по-особому совершенно к творчеству Высоцкого относился. Мы с Аркадием знаем, что отец знал наизусть множество его песен, очень знал много стихов дома. И очень много понимал, что в этом. Очень много в этом понимал, естественно. И большой очень пласт музыки Высоцкого он показывал аудитории, когда открыл он радио шансон. Он считал, что это, естественно, основной пласт шансона, который в эфире в очень большом объеме должен быть представлен. И в фанатике его домашней очень много и фильмов художественных, и документальных о Высоцком, и где он в роли актера, он очень любил фильмы с ним, книги. Все это было. И на самом деле на студии «Ночной такси» он даже в 2014 году, помнишь, Аркаш предпринял отец уникальный проект, который назывался «Северный Высоцкому». Где Аркадий Северный под аккомпанемент гитары в сопровождении различных музыкальных коллективов в период 1972-1980 года исполняет песни Владимира Высоцкого. И какие-то песни, которые Высоцкому по авторству не принадлежали, но были им особо любимы, входили в его репертуар. Вот «Таганка», например. Вот такой был проект предпринят. Ну а что касается второго имени, второго крупного шансонье русского нашего Михаила Круга, то это уже, так сказать, история живая в студии «Ночной такси», потому что с 1995 по 2002 год Михаил Круг записывал здесь свои альбомы. И очень много с Александром Фруминым они сделали. Я бы сказал, был дружен. Да, и дружили, и общались, и… Приезд Михаила в Петербург никогда не обходил стороной папин эфир, поэтому всегда вот так… На самом деле, вот такая историческая ремарка. Получается, отец последний, с кем Михаил записал эфир, потому что буквально… Да, последнее интервью он дал в «Ночном такси» свои последние интервью. Лежал на башню, я помню, отец рассказывал вообще, конечно, да. Ну это очень… Такая история, можно сказать. Это очень символично, потому что я вспоминаю знаменитый музыкальный ринг, где… 99-го года. Да, 99-го года, где уважаемый Александр Викторович Фрумин представлял, так сказать… Михаила Круга. …команду защиты, как там тогда было. Есть команда нападения была, команда защиты. Забегая вперед, скажу, что в творческом плане Михаил Круг выиграл этот музыкальный ринг. И, конечно же, не без поддержки Александра Фрумина, потому что он был очень активен. В соревновании участвовал Сергей Трофим. Да, и насколько он преподнес шансонье. Ну и, конечно, сам Михаил Круг выглядел просто с иголочки, его песни до сих пор слушаются. И вот этот видеофайл мы до сих пор прослушаем, когда он поет. И этот видеофайл тоже расположен на счетом такси. Музыкальный ринг можно найти, там постоянно комментируют эту программу. Ну а Михаил Круг же записывали, они с Фрумином альбом, вообще знаковый для шансона по-русски альбом, акустически «Живая струна», идея его принадлежала. В 1996 году Михаил Круг приехал сюда в январе 1996 года на записи как раз этой программы «С братьями жемчужины». Идея альбома Александру Фрумину принадлежала, когда студийный альбом, фонограмма альбома записывала студия, «Слушаться он должен был как живой концерт» с комментариями ведущего, с комментариями музыкантов, с аплодисментами зрителей. И первый концерт из-за границы Кругу организовывал Александр и всегда представлял его на всех концертах Петербурга. Это в воспоминаниях его есть. И с Ольгой Владимировной Медведевой, сестрой Михаила Круга, мы знаем, что вы дружные общаетесь, мы тоже отношения поддерживаем и дружим. Ольга приезжала сюда в эфир с рассказом о брате, дарила его книги и его диски, потому что мы поддерживаем связи. И всегда в фестивале Михаила Круга тоже, так сказать, и артистов, которые там участвуют, рассказываю о них на наших сайтах. То есть у нас в параллели эта информация всегда идет. — Ну, коль мы затронули фестиваль Михаила Круга, вот Ольга Владимировна, она ежегодно после трагической гибели Михаила Владимировича ежегодно проводится фестиваль, конкурс-фестиваль в Твери. На мой взгляд, это самый мощный конкурс, который только можно представить в шансоне. И очень многие исполнители, которые там прошли этот конкурс, очень сейчас известны и в Москве, и в Твери. И для меня счастье, что я тоже в 2009 году впервые принял участие и смог завоевать номинацию «Лучший вокал» даже. — Да, и в релизе вашей на нашем сайте об этом сказано. — Да, да. — Ну что ж, я думаю, что разговаривать, конечно, мы можем бесконечно, потому что у нас музыкальная информационная передача. Но все-таки нужно немножко по делу. Я предлагаю послушать первую композицию на сегодняшний день. И, Олег, я прошу вас ее представить. — Ну, первая композиция моего друга, наставника Зиновьего Герцкого, потому что мы как-то про него чуть-чуть забыли. — Нет, не забыли. — Мы не забыли, мы не забыли. — Он так заслушался. — Нет, ну я слушаю, что вы рассказываете. Ну, во-первых, я должен поздороваться с аудиторией. Доброе время суток. Все те, кто сейчас слушает нас, смотрит, и все, кто любит хорошую, достойную музыку в формате шансон, все, кто любит эту студию, я к этой студии прирос. Меня когда-то Саша Фромин, я могу так его называть, потому что для меня это был как брат младший, он меня сюда привел, уговорил здесь петь, записал мне семь дисков, только CD и видео там куча. — Пять и видео я помню в Зиновьеве научилась? — Я уже не помню. Много. Я очень благодарен Саше и очень благодарен студии. Здесь всегда такая атмосфера, что отсюда уходить не хочется. Ну, а теперь, Олег, ты рассказывай о себе. — Ну, а первая композиция, раз Аркадий нас немножко в хорошем смысле торопит, уже всегда надо послушать. Первая композиция называется «Два следа на песке». Автор — композитор Зиновий Бельский и поэт Эдуард Кузнецов. Два следа на песке, это ты уходила. Я и море прощались с тобой навсегда. Словно чайкою ты пронеслась белокрылой, Пронеслась надо мной, словно с неба звезда. Скоро белый снег на твои следы ляжет. Только в каждом сне вижу я тебя. Скоро белый снег на желтом пляже Укроет твои следы навсегда. Снова манит меня шум морского прибоя. Он, как музыка, сердце волнует мое. Здесь недавно еще шел я рядом с тобою, А теперь одному только ветер поет. Скоро белый снег на твои следы ляжет. Скоро белый снег на желтом пляже Укроет твои следы навсегда. Не кружи ли стопа, не стучи дождь в окошко. Мое сердце еще память встречи хранит. Знаю я, все пройдет, лишь забыть невозможно. Счастье миг, где волна одиноко шумит. Скоро белый снег на твои следы ляжет. Только в каждом сне вижу я тебя. Скоро белый снег на желтом пляже Укроет твои следы навсегда. Укроет твои следы ляжет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 это большие труды то есть работы много впереди очень много работы очень много песен которые меня просят исполнители я им подбираю ну я работаю все время самое главное движение вперед это вот да скажем так козы которые конечно я уж не знаю кому от кого передался но вот очень похоже на отца нашего все александра мы с ним как бы вот когда я первый раз увидел сашу ему было 18 лет 18 лет и я никак не мог понять вот что этот человек делает среди песен блатных хоркова вопрос да хороший вопрос и он мы с ним на этом фоне и общались я всю жизнь я играл в ресторане раньше и там блатничок и вот себе с похоже вот и саша у меня переписал весь блатняк я ему постоянно давал потом я его познакомил с ведущими коллекционерами в городе вот и саша в это русло у них как-то головой да я не мог понять а потом вот во что это превратилось вот это здорово не знаю меня меня в нас наверное все да но он мог это сделать у него был грандиозный потенциал он жил этим просто это верно на самом деле но уже честно да честно у меня вот коллегу заики на вопрос вот как много песен у вас зиновия смылович но в арсенале пока вы начали сотрудничать потому что тоже вот интересно с одной стороны увлечение как бы музыкой шансона да с другой стороны такие нежные романтичные с красивыми аранжировками песни вот как то что мы сейчас услышали динамис мы лучше мы начали не так давно сотрудничать но это знаете как вот водопад ниагарский который обрушился я думаю и он это чувствует метр я всегда его называю метром маэстро я нашел своего композитора который по моему стилю духу в 24 часа музыка зиновий бельский композитор но разные поэты так сложилось и некоторые песни мы еще услышим а вот сошлись потому что вот сейчас речь зашла блатном шансоне ведь шансон разный и шансон лирический бархатный душевный и по-моему это есть основа вот на мой взгляд может быть я ошибаюсь конечно а у зиновия бельс как раз такой шансон вот именно бархатный душевный мелодичный музыкальный лирический и что самое главное про любовь я очень люблю песни про любовь могу поспорить и какой к подожди а какой же мы послушаем сейчас тогда песни что-то песни любовь ну все песни про любовь это нет ну аркадий нет я могу с тобой поспорить потому что все-таки у каждого исполнителя что-то преобладает творческом багаже вот олег заикин как раз принес на сегодняшнюю программу как раз очень много вот песен у него лирических где-то грустных песен которые именно окрашены эмоциями настроениями оттенками чувств совершенно верно но это любовь женщине но это любовь родному городу например которым я родился и вырос это петербург ленинград я думаю послушаем песню которая олицетворение величия петербурга чего начался наш город это петроградская сторона это великолепие нашего города который вот петропавловская крепость это уже петроградская это визитная карточка эта песня я сразу ее почувствовал сердцем и сказал но это вот мое автор музыки автор музыки зиновий самович бельский композитор ой прошу прощения поэт эдуард кузнецов петербург город нас славный крестник петра три столетия тебе но ты мол а когда-то вот здесь были лишь острова до болота где стужа и холод петроградская сторона моя не представить тебя мне другою и встает над него золотая заря дарит день нам счастливый с тобою и встает над него золотая заря дарит день нам счастливый с тобою шли века и давно ты уж стала другой все в творениях высокого ранга где сияет века над родной стороной золотой петропавловский ангел петроградская сторона моя не представить тебя мне другое И встает над Невой золотая заря, Дарит день нам счастливый с тобою. Бьет Нева, а границ голубою волной Бродит эхо дворцов вековое. Мы идем Петроградской своей стороной, И любуемся город тобою. Петроградская сторона моя Не представит тебя мне другою. И встает над Невой золотая заря, Дарит день нам счастливый с тобою. И встает над Невой золотая заря, Дарит день нам счастливый с тобою. Петроградская сторона моя Не представит тебя мне другою. И встает над Невой золотая заря, Дарит день нам счастливый с тобою. И встает над Невой золотая заря, Дарит день нам счастливый с тобою. В эфире стартовая площадка. Дорогие друзья, мы продолжаем эфир стартовой площадки для вас на интернет-радио Шансон 24. И, дорогие друзья, если вы нас видите, вы смотрите наш канал «Ночное такси» на платформе YouTube. И сегодня для вас Зиновик Бельский, Олег Заикин, Эльвира Фрумина и Аркадий Фрумин ввещают самую прекрасную, новую и еще пока не особо кому слышимую музыку, дорогие друзья. У нас сегодня очень много презентаций, очень много, скажем так, сильных песен. Не только для нас, как здесь сидящих, но, я и уверен, для вас, дорогие друзья. Что ж, мне очень хочется, чтобы Зиновик рассказал нам все подноготную, всю правду, всю, я вот не знаю, как это еще лучше сказать, какие слова подобрать. В общем, проще отдать вам слово. Об этой песне. Конечно. Ну, песня была написана очень давно, лет 10 она пролежала в столе, как говорится. А писали мы ее для трехсотлетия Петроградской стороны. Был тогда конкурс. Ну, мы с поэтом не прошли с этой песней. Администрация района ее отбросила. Не знаю, что им понравилось, не понравилось. Она опять стала лежать. И Эдуард Григорьевич Кузнецов волновался, конечно, очень. Вот. И потом я встречаю Олега Заикина на одном из концертов. Мы с ним познакомились. И потом еще нас познакомили общие друзья там. Попросили, чтобы я для него сделал несколько песен. И я почему-то подумал, что этот человек достойный петь эту песню. Потому что, во-первых, это очень... Символичная песня. Да, песня символичная. И песню должен петь человек, который очень-очень любит наш город. И укоренен в нем. Да, и укоренен. И мы с Олегом поговорили. Я ему показал. И зная уже Олега, что это такой человек. Серьезный очень. Сказал, сделал. Мы решили ее записать. Вот, песня выстрелила. А Петроградская администрация Петроградского района эту песню нам не дала петь. А теперь я смотрю. Первая песня у них на сайте. Петроградская сторона. Надо звонить и разбираться. Да нет, не надо. Пусть они ее слушают. Пусть они ее слушают. Я не жадный. Но Петроградская сторона действительно сердце города. С которой у нас всегда связан его романтичный образ, Петропавловская крепость. Я думаю, что мы это снимем сейчас с 25-го Олега на видео. Потом мы там в нарезке. Мы сделаем клип. Это правильно. Я всегда вас заберет. Я сейчас вот общаюсь с режиссерами, чтобы сделать клип шикарный, чтобы это была визитная карточка города. Причем мы сделаем клип. Зинафь Сумович, он дока в этом. И будет, естественно, бренд ночной такси. Обязательно. Обязательно. Я думаю, она выстрелит, и эта тема будет очень хорошо. По ощущениям. Особенно для людей, которым нравится Петербург с музыкальной стороны. Я считаю, таких людей очень много. Я считаю, что в город надо воспеть еще больше. Все хочется писать. Вот как ты мне сейчас говорил, в Черношевское место. Да, в Черношевское место. Памятник Есенина, «Желтые листья осенью». Уже можно три песни написать. Да, у меня много написано в этом садике писем. У меня вопрос к коллегу Заикину. Потому что есть номинация «Лучший вокал» на фестивале Михаила Круга. У Круга особенный был голос совершенно. Теплый голос баритонального тембра. И сильный, очень глубокий. Потому что то, что шло из души, то изливалось в его песнях. У вас тоже такой интересный голос, интересный по тембру, запоминающийся, такой плотный. И каждый раз у него разная краска присутствует, в зависимости от того, какую песню вы исполняете. А вот вы ориентируетесь в исполнении на манеру Круга? Как-то стараетесь как-то ее учитывать? Потому что это естественный вопрос. Я тоже готовился к эфиру, послушал ее и подумал, что действительно Михаил оказал на вас очень большое влияние. Вы знаете, вы абсолютно правы. Прослеживается. Прослеживается это. Я не буду сейчас судить это. Судить лучше специалистам. Может быть, нужно что-то по-другому. Но мне нравится манера. Специалисты у нас это слушатели и зрители. Можно, да. Я же всегда говорю главный. Маневайных экспертов. Манера, да, есть такое. Потому что, как я уже говорил ранее, очень большое влияние Михаил Круг оказал на меня. Это просто... Единственное, я жалею, что я лично его не знал. Но творчество этого потрясающее, конечно. А какую следующую песню мы послушаем? Ну, следующую, наверное, такую сделаем о любви. Она немножечко с грустинкой. Плачет. Да, вот сейчас у нас плачет погода питерская наша. Она вот немножечко течет. Такая вода везде, водопады по стенам, так сказать. Озерам. Да. В Европе месяце. Бывает грусть на сердце. И вот, по-моему, эта песня соответствует сегодняшней погоде, наверное, петербургской. Ну, что же, дорогие друзья, тогда я, пожалуй, объявлю сегодняшнюю песню, которую вы сейчас слушаете. Это «Плачет осенний». Дождь, дорогие друзья. Дождь. Плачет осенний дождь, слезы свои роняет. Знай, ты не придешь. Снова мечты, как дым. Медленно образ твой где-то в ночи растает. Дождь за окном стеной смоет твои следы. А ты исчезла навсегда, моя любовь, моя беда, и не вернуть уже, что было прежде. Закрались душу холода, тебя не встречу никогда. И гаснет сердце огонек надежды. Плачет осенний дождь, песни родной, далекой. Сердце холодным дрожь, память еще жива. Вот и остался я странником одиноким. Где ты и как живешь, в мыслях твержу слова. А ты исчезла навсегда, моя любовь, моя беда, и не вернуть уже, что было прежде. Закрались душу холода, тебя не встречу никогда. И гаснет сердце огонек надежды. А ты исчезла навсегда, моя любовь, моя беда. И не вернуть уже, что было прежде. Закрались душу холода, тебя не встречу никогда. И гаснет сердце огонек надежды. И гаснет сердце огонек надежды. Стартуем вместе! Дорогие друзья, вот такая немножко грустная, немножко осенняя песня прозвучала в нашем эфире. Что я могу сказать? Ну, действительно, у нас сейчас, конечно, больше такое весеннее настроение. Но осень, да, чувствуется прям. Я человек, рожденный осенью, я прям чувствую мое. Да. Ну, а еще вот в этой песне, мне кажется, прослеживается такой в стилистике ее, в тематике. Кот языковой традиционной авторской бардовской песни. Да, есть вопрос, на мой взгляд, есть. Да, потому что это, ну, действительно, то есть, это и воспринято, и чувствуется, и передано. Я вспомнила сразу барда нашего, Вадима Егорова, автора хитов 70-х. На земле бушуют травы, и дождь смоет все следы. Вот когда я ваш материал слушала, вспомнила эти песни, потому что они достаточно простые по стихам, они понятные, с одной стороны. И при этом все это обрамлено, уложено вот в красивой аранжировке музыкальной. То есть, тут уже руку приложил, как композитор Зиновий Самуилович, правильно? Да, совершенно верно, да. То есть, получается, что вам мелодика эстрадной песни, эстрадной музыки близка. Да, близка, и тематика, вот как я говорю, больше мне нравятся песни не для ног, все-таки, а для головы. А у Зиновия Бельского... Для чувства, наверное. Для чувств, чтобы вот это все... Чтобы выразить чувства и высказаться. Во всяком случае, вот когда слушаешь, понимаешь, что вам хотелось бы поделиться чем-то. Да, поделиться каким-то вот... Звучит честно. Да. Вот так вот, я скажу. Спасибо. Хорошая песня, очень. Да, мне тоже нравится, конечно. Красивая песня, и вообще лирика, она, конечно, касается струн душевных слушателей, то есть, отзывается на нее в сердце, потому что для этого эфира подобрали, вот мы говорили уже об этом, именно лирические композиции, такие они плавные, спокойные, красивые, романтичные песни о любви. Они не все в этот эфир вошли, но вот еще, наверное, мы послушаем. Конечно, послушаем. Я думаю, тема, как я уже говорил, о любви, она вечна, но мы же как бы не делаем вот грубо, вот любовь и все. Мы знаем, что перипетии, чувств каких-то, люди порой встречаются, ну, может быть, ссорятся, а потом опять мирятся. Главное, чтобы хорошее было, как конец сказки, как говорится, чтобы было все хорошо. Ну, конечно, в короткой песне обо всем не расскажешь, но передать чувства, состояние, настроение автор исполнитель, конечно, может. Поэтому люди, может быть, должны разобраться в друг друге, в своих чувствах, но главное, чтобы все было вот хорошо. Вот песня, которая прозвучит, следующая, ее автор уже Ольга Бузова, поэтесса. Мне кажется... Вы сотрудничаете плотно, да? Ну да, вчера делал песню на ее стихи. И Зиновис Муевич как раз вот плотность не работает. Мне кажется, вот эта песня передает как раз чувство вот этого такого противоречия, но в то же время любви мужчины и женщины. Вот такая песня. Она называется «Светает». Ну, все сном остается только послушать, дорогие друзья. Предрассветные часы, ночь без сна. Бросили мы на весы, за и против, Не сомкнулись до утра глаза. Ты сказала, что меня любишь вроде. Подложили разговор до утра. Утро вечера всегда мудренее. Разберешься ты в себе, а пока Неизвестность, а она тяжелее. Святая, и скоро ночь растает. И в небе исчезают следы уставших звезд. Кто знает, что новый день подарит, Мы вместе будем или с тобой в рот. Кто-то холодно, опять сквозняки. Впрочем, может, это лишь показалось. Как же мне от этих мыслей уйти? Подождать осталось самую малость. В бедрассветные часы, ночь без сна. Утонились на весах, за и против, И все так же в голове ты одна. И все так же мои нервы на взводе. Светает, и скоро ночь растает. И в небе исчезают следы уставших звезд. Кто знает, что новый день подарит, Мы вместе будем или с тобой в рот. И в небе исчезают следы уставших звезд. Кто знает, что новый день подарит, Мы вместе будем или с тобой в рот. Кто знает, что новый день подарит. В эфире стартовая площадка. Дорогие друзья, мы продолжаем вести этот прекрасный эфир. Он уже преодолел, скажем так, свою половину. Сейчас у нас начинается самый долгожданный, на мой взгляд, блок. У нас сейчас пойдут композиции непосредственно Зиновия Бельского. Песни, которые еще никто не видел и не слышал, дорогие друзья. Сегодня презентуют для вас. Четверг записал. Четверг записал, дорогие друзья. Просто как горячие пирожки, понимаете, с пылу, с жару. В сегодняшнем эфире ночной бойкостной. Тартовой площадке. Зиновий Бельский, прошу вас. Анонсир. Какой ты сейчас будешь. Любую. Нет, нет, нет. Какой у тебя там новую, чтобы никто не слышал, чтобы прям... Там есть новая песня, которая нигде еще не звучала. Вот она нужна, срочно нужна. Доверяю тебе, что ты ее запустил. Анонсир. Называется «Женщина сладкая». Дорогие друзья. Опять про любовь. Про любовь. Это Оля Бузова написала тоже стихи ее. Ну, не знаю, я захотел сделать такая, чтобы она немножко была во французском стиле. Свободным таком. Но она медленная. Не знаю, мне она очень нравится. Давайте послушаем и обсудим все непосредственно после полученного опыта. Верю, как в моем сне, ты придешь утром ранен. И на кухню пройдешь, и присядешь на стул. А я кофе налью и нечаянно сладкий. А ты скажешь, забыл, сладкий я не люблю. Я тебе улыбнусь. Что же это такое? Жду тебя и всегда, словно все в первый раз. И ладонью своей твою руку накрой, погружаясь опять в нежность ласковых глаз. Мы с тобой в этой маленькой кухне, за окном начинает светать. Ничего мне для счастья не нужно. Лишь смотреть на тебя, лишь смотреть и молчать, за окном начинает светать. Ты всегда для меня будешь словно загадкой. Я волнуюсь всегда, что сейчас ты уйдешь. И тебя называй, жерещиной сладкой. Хоть и знаю, что ты кофе горький, лишь пьешь. Я тебя обниму, обо всем позабуду. И опять попаду в этот сладостный плен. Ты уедешь потом, а я ждать снова буду. Что вернешься еще ты ко мне насовсем. Мы с тобой в этой маленькой кухне, за окном начинает светать. Ничего мне для счастья не нужно. Лишь смотреть на тебя, лишь смотреть и молчать. За окном начинает светать. Мы с тобой в этой маленькой кухне, За окном начинает светать. Ничего мне для счастья не нужно. Лишь смотреть на тебя, лишь смотреть и молчать. За окном начинает светать. Лишь смотреть на тебя, лишь смотреть и молчать. За окном начинает светать. Стартуем вместе. Дорогие друзья, продолжаем стартовую площадку вместе с нашими замечательными гостями Олегом Заикиным и нашим прекрасным давним другом Зиновием Бельским. Вместе с Верой Фруминой мы продолжаем. И на самом деле продолжать осталось не так уж и много. Наш эфир потихонечку подкрадывается, дорогие друзья, к своему логическому завершению. Но еще не все. Пожалуйста, прошу. На самом деле я очень рада Зиновица Миловича приветствовать в нашей студии. Благодарна, что он прибыл на сегодняшний эфир. Очень рада была встретиться с ним вновь в ноябре прошлого года, когда Зиновица Милович вновь выступил в фильме-концерте студии «Ночное такси». Я сразу, как будто Сашин голос услышала, который всегда Зиновица Миловича представлял, талантливый, поющий петербургский композитор Зиновиев Бельский. Это была его фраза. Всегда обращался к вашей дружбе, всегда как к своему наставнику старшему, к вам обращался, вспоминая ваши звонки, телефонные вспоминали, как вы обсуждали все по музыке, проекты новые, как он рассказывал с упоением о записи альбома вашего первого «Я желаю тебе добра» и как происходила съемка сольного DVD вашего фильма, и поездка наша в 2010 году уже вспоминается на фестиваль шансона по-русски в Париже. И, кстати, сказать, вот за что Саша всегда вас уважал, и что особенно ценил, и всегда это подчеркивал, кстати, и в интервью, и когда вас встречал в эфирах, всегда он об этом рассказывал, что Зиновий прошел путь от настройщика, реставратора, пианино до генерального директора Ленинградского завода по ремонту и производству, изготовлению музыкальных инструментов, аккорд. И поскольку Фрумин сам был человеком, который сделал себя сам, он это очень ценил, очень ценил Зиновий Сумович как талантливого музыканта, и как очень разностороннего человека, который действительно все время двигается, не останавливается, движется вперед, ставит цели перед собой, и воплощает их, и я знаю, что у Зиновия, вот вопрос в связи с этим, очень много разных проектов, и не только вы с сольным творчеством занимаетесь, но и ведете обширную деятельность концертную, и вот сейчас наша студия поддерживает как раз один из ваших проектов. Я хочу, чтобы просто вы проанонсировали его и представили обязательно вот в нашей сегодняшней программе праздничный концерт. Мы хотим сделать совместно с студией «Ночное такси» такой проект внедрить. Я все-таки хочу, чтобы «Ночное такси» обозначилось, что это та студия, которая ведет звукозаписи, записывает музыкантов, делает аранжировки, ведет концертную деятельность, поэтому я пока вот хочу сам, ну, раскрутить как-то концертную деятельность, и вот мы с Игорем Черняковым, это мой друг, он тоже поет мои песни, мы решили, что мы это сделаем для начала в особняке Брюлова. Сделаем это 8 марта для прекрасных дам, поэтому я вот эти песни, которые сейчас вот я специально делал для того, чтобы они прозвучали в этот праздничный день для милых женщин. Ну, вот это начало, сейчас мы взяли новые имена абсолютно, которые работают со студией «Ночное такси», которые здесь записываются, они будут сейчас выступать в нашем концерте, как основные. Ну, я там что-то спою и все. Значит, вот, да, правильно, вот Эльвира говорит, что 8 марта, если вы хотите хорошо отдохнуть, вы можете прийти в этот особняк Брюлова, и там хорошая будет обстановка, это центр города, это шикарный особняк, туда люди ходят просто как в музей, вот, и там провести время прекрасно, с хорошими песнями, с очень хорошими. Особняк Брюлова, набережная лейтенанта Шмидта, 37, концерт состоится 8 марта, программа будет называться «Новые лучшие песни для прекрасных женщин», и начало концерта в 19 часов. А в концерте, помимо Зиновия Бельского, Олега Зайкина, примут также музыканты, которые представляют свои песни в фильмах студии «Ночное такси». Это Олег Захаревич, это талантливый Анатолий Вишняков, это Игорь Райн и группа «Шарман», Роман Юрченко, Татьяна Балета, все эти имена заявлены вот в офисе. Игорь Черняк и Олег Зайкин. Олег будет, кстати, вести эту программу. Так что, друзья, всем нужно обязательно оказаться 8 марта в Санкт-Петербурге и посетить данное мероприятие. Как хотите, вообще. Надо 19 часов. А что касается билетов или вход в собор? Там есть телефон, по которому можно забронировать места. Там этот, в особняке сделано так, помещение. На нашем сайте анонс концерта есть, и контактный телефон указан, по которому можно звонить. Дорогие друзья, шансоноспб.ру, вся информация по поводу бронирования мест, концертные программы, все там есть, дорогие друзья. Приходите, наслаждайтесь прекрасной музыкой. Что ж, вынужден, к сожалению, заканчивать сегодняшний эфир. Но перед тем, как мы будем прощаться, хотелось бы услышать крайнюю композицию на сегодняшний день от вас. Это еще одна песня. Вот я для этого концерта это все писал. Ну, чтобы дам поздравить этими песнями, но уже анонс ты провел здесь. Тогда нам снова остается... Да, песня такая «Спасибо, что ты есть у меня». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! В эфире стартовая площадка! Дорогие друзья, вот такой неприятный у нас для вас сюрприз. К сожалению, перед эфиром скачал минусовочку. Но тем самым интереснее для вас будет посетить особняк... Там она, Брюлова. Особняк Брюлова 8 марта в 19 часов. Там обязательно прозвучит эта песня. А сегодняшний эфир мы закончим композицией под названием... Армани! Да, именно этой песней мы будем прощаться с вами, дорогие друзья. Но сначала мы ее послушаем, потом попрощаемся. Все, слушаем. Твои слова, я ухожу, Спать до рассвета не давали. Струился лунный свет сквозь тьму, А мысли сердца в клочья рвали. Ты дверцей хлопнула. Прости, была последней эта встреча. Не верю в то, что на пути Я никогда тебя не встречу. А тонкий запах парфюма Еще до сих пор в машине. Если тебя не верну я, То сердце мое остынет. Твой образ везде и всюду И нежный букет Армани Последний щемящий нотой Тревожит меня и ранит. Хотел сказать я Подожди, что оба мы неправы были. Глаза холодные твои Надежду в сердце погасили. А твой парфюм сводил с ума Я вспоминаю то и дело Ты уходила навсегда А сердце ныло и болело А тонкий запах парфюма Еще до сих пор в машине Если тебя не верну я То сердце мое остынет Твой образ везде и всюду И нежный букет Армани Последний щемящий нотой Тревожит меня и ранит. Субтитры создавал DimaTorzok А тонкий запах парфюма Еще до сих пор в машине Если тебя не верну я То сердце мое остынет Твой образ везде и всюду И нежный букет Армани Последний щемящий нотой Тревожит меня и ранит. Субтитры создавал DimaTorzok Шансон 24 В данную минуту для вас Прошу. Я желаю всем добра Так назывался мой диск Я всегда это говорю Всем добра Счастья, радости И конечно любви Я тоже желаю всем добра Огромное спасибо за то Что пригласили меня И буквально пару слов Насчет особняка Брилова Ведь там не просто будет концерт Там будет еще небольшая экскурсия Я забегаю вперед Это же старинное здание И там поверьте Есть что посмотреть Это двухэтажный Прекрасный особняк И приходите 8 марта В 19.00 Набережная Лейтенанта Шмидта Дом 37 Еще раз пронансирую Дорогие друзья Всех туда зовем С вами был Олег Заитин Зиновий Бельский Эльвира Фрумина И Аркадий Фрумин До скорых встречи Дорогие друзья Студия Ночной такси Представляет программу Стартовая площадка Александр и Аркадий Фрумины Представляют музыку Новых исполнителей Стартуем вместе Три Два Один Старт Стартовая площадка 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 Продолжение следует...